МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа «Новости 24 часа» в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. И в этом выпуске. Президент назначил послов в Германии и Румынии. Новые руководители появятся в органах местной власти, в министерствах и некоторых вузах страны. В Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком. Прибавку в семейном бюджете родители ощутят уже в ноябре. Мемориальный знак в честь легендарного кинорежиссера Виктора Турова открыт в Минске. Сегодня ему исполнилось бы 80. Важность развития отношений Беларуси с Западной Европой подчеркнул Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения. Они коснулись дипломатического корпуса. Денис Сидоренко назначен чрезвычайным и полномочным послом ФРГ. Эта страна занимает конструктивную и прагматичную позицию как в сфере политического взаимодействия, так и в вопросе развития торгово-экономического сотрудничества и становится одним из важнейших партнеров Беларуси. Активизируются отношения и с Румынией. Чрезвычайным и полномочным послом в этой стране стал Андрей Гринкевич. Как отметил президент, от дипломатов ждут активизации торгово-экономического сотрудничества между странами. Нам безмолвные руководители не нужны. Они должны высказывать свою позицию, отстаивать ее. Ну, не защитил. Значит, не защитил. Наверное, какая-то точка зрения посильнее была. Но своя точка зрения, особенно у посла, она должна быть. Но проводить ту линию надо государственным. Нам же никуда не деться от товарооборота, как главного показателя. Вы же не просто Министерство иностранных дел, вы же еще и Министерство внешнеэкономических связей. Поэтому в основу вашей деятельности мы кладем товарооборот. Поэтому представлять страну придется. Но отвечать перед страной, своей страной, придется за конкретный товарооборот. Потому что это валюта, это деньги. Это главный вопрос жизни нашего государства. Развитая инфраструктура и поддержка малоимущих. Такие задачи стоят перед местной вертикалью власти. Сегодня Александр Лукашенко согласовал Олега Величко в должности заместителя председателя Брестского облсполкома. Владимир Пенин занял аналогичную должность в Витебском регионе. Кроме того, новые руководители появились в нескольких районах, в том числе и в Минске. Глава государства подчеркнул, что районы – основное звено не только с точки зрения административного деления страны, но и жизни людей. Без наведения порядка и дисциплины, особенно сейчас, мы далеко не рванем. Прекратите всякие разговоры по поводу некоего реформирования и еще там чего-то. Надо работать с тем, что есть. А реформирование – это совершенствование. Видите что-то не так? Совершенствуйте, делайте, но ничего не ломайте. В кризис никто ничего не ломает, да и ломать нечего. Есть предприятия, они должны работать. Выбросьте это все из головы, что вот сегодня надо все разделить, поделить, приватизировать, и все само собой пойдет. Никуда ничего не пойдет, если работать не будет. Ну и люди прошли выборы парламентские, ранее президентские, руки сложили до следующих выборов, потом пойдем к людям, будем их уговаривать, агитировать, просить. Этого быть не должно. Каждый день мы должны работать с людьми. Посмотрите, по зарплате сейчас проблем много. Нам надо, кстати, в администрации, в правительстве подумать, как поддержать людей бедных. У нас их немало. Надо поддержать и по зарплате, и по каким-то пособиям, и так далее. Мы за деревьями не видим мелколесия. Мы за лесом мелколесия, Александр Николаевич, не видим. Когда, вроде кажется, вот тут более-менее средние люди, высшие люди получают какую-то зарплату, какие-то предприятия имеют более-менее нормальную зарплату. Но мы не видим бедолах. Вот тут надо что-то делать. Нельзя бежать людей. Или догружать их, предлагать работу на каждом предприятии, и, соответственно, доплачивать. Работники культуры, социальной сферы, их надо поддержать. Как это сделать, надо подумать. Рынок ничего не отрегулирует. Также президент согласовал новых руководителей некоторых вузов, замминистров юстиции и антимонопольного регулирования и торговли. Подробнее о кадровых назначениях в вечерних новостях на СТВ. И сегодня же президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности. Валерий Вакульчик доложил главе государства, о работе ведомства в сферах обеспечения национальной безопасности, защиты экономических интересов страны, в вопросах международного сотрудничества, в том числе по линии противодействия терроризму. Также обсуждались текущая обстановка в стране и вопросы, находящиеся на контроле у президента. В Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком. Родители, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, ощутят прибавку в семейном бюджете уже в ноябре. Суммы выплат увеличатся от 7 до 10 рублей в зависимости от количества детей в семье. Пособия родителям, находящимся в декретном отпуске, пересматривают раз в квартал. Их размер зависит от средней зарплаты за предшествующие три месяца. Напомню, что с ноября также изменится и бюджет прожиточного минимума, которому привязаны в том числе единоразовые выплаты в связи с рождением ребенка. И к событиям в мире. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку на колледж в Пакистане. По последним данным, количество жертв возросло до 60 человек. Ранения получили свыше 160. Накануне, поздно вечером, трое террористов, вооруженных автоматами, имевшие при себе пояса смертников, проникли в казарму полицейского колледжа через центральные ворота, предварительно обезвредив часовых на смотровой вышке. Боевики открыли поспавшим кадетам беспорядочный огонь, после чего двое террористов подорвали себя, что и привело к большому количеству жертв. Третий был застрелен бойцами подразделения быстрого реагирования пограничных войск. В Турецкой Анталии прогремел взрыв на автостоянке у местной торгово-промышленной палаты. Раненые осколками стекла были десятеро, уничтожено несколько машин. Погибших, по счастью, нет. По предварительным данным, детонировала заминированная машина. Власти не исключают, что преступление носило не политический, но экономический характер. На эту версию указывает выбор места для совершения преступления. До сих пор еще не установлены, безусловно и точно, причины отравления детей в немецком Хайльсброне. Там пострадал 41 ребенок из 350, что находились в тот момент в школе. Власти склоняются к двум версиям. Случилась либо утечка бытового газа, либо газов, образовавшихся в канализации, внезапно вырвавшихся наружу. Отравления не были серьезными, и жизнью детей ничто не угрожал. Они отделались сильной тошнотой и головными болями. Нарушители норм безопасности в недрах коммунальных служб выявляются полицией и понесут строгое наказание, заявляют городские власти. В Норвегии на испытательном ядерном реакторе случилась утечка радиоактивного йода-131. Как сообщают власти страны, никакой опасности для здоровья и жизни граждан этот инцидент не представляет. Причиной утечки, вероятно, стал преклонный возраст реактора. Он был запущен еще в середине 50-х. Йод-131 известен, среди прочего, довольно кратким сроком полураспада. Количество атомов вещества сокращается вдвое за 8 дней. Масштабы проблемы оценить сложно, но в самом прискорбном случае за полгода интенсивность излучения сравняется с фоновой. Непоправимый урон современному искусству нанесен стихией в Австралии. Сильный шторм уничтожил парк скульптур, который располагался в центре города Сиднея и был предметом гордости всех австралийцев. По самым осторожным оценкам, трехметровые волны частью смыли, частью превратили в руины. Произведение искусства на сумму в десятки миллионов долларов. Гнев божий вызвали разнообразные динамические инсталляции и объемные абстракции. Пострадал, впрочем, только бюджет города. Авторы, причитающиеся, оттуда уже получили, а у зрителей парк без того был не очень популярен. Олег Романов, телекомпания СТВ. 150 тысяч евро на продвижение бренда «Августовского канала». Евросоюз выделит средства для развития туристско-рекреационного парка. Напомню, его белорусская часть находится в Гродненской области. Регион окажут финансовую помощь. Проект рассчитан на год. Планируется создание различной медийной продукции. Видеороликов, печатных буклетов, рекламы, посвященной этому уникальному объекту. Уже завтра для иностранных туристов начнет действовать безвизовый режим для посещения августовского канала. Отметки в паспорте заменят специальный документ, который позволит зарубежному гостю до пяти суток находиться на определенной территории. Мемориальный знак в честь легендарного кинорежиссера Виктора Турова открыт в Минске. Сегодня ему исполнилось бы 80. Выпускник Всероссийского института кинематографии, народный артист СССР и Беларуси последние годы жил в этом доме на проспекте независимости. Я очень уважаю его как мастера. Я надеюсь, что не только памятная доска, что, конечно, замечательный, памятный вечер важны, и то, что улица названа была в честь Виктора Турова. У меня все замечательно. Город, белорусы, страна помнят о нем. Но важно и то, что фильмы его живут и будут жить. Что ученики, которых он вырастил, несколько курсов режиссеров, сценаристов, многие из них продолжают работать в кино. За десятилетия творческой карьеры белорусский режиссер-сценарист создал более 20 лент, посвященных войне и проблемам современности. Его фильм «Я родом из детства» по опросу критиков признан лучшим за всю историю белорусского кино. Вечер памяти кинорежиссера пройдет сегодня в кинотеатре «Центральный». Сюда приглашены гости, которые работали вместе с мастером. Это писатели, художники, режиссеры и актеры из Беларуси и России. Сильный ветер, ливни и мокрый снег. Сегодня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Удар непогоды наиболее ощутим в северо-западных районах. Оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра сохранится в Беларуси и завтра. Впрочем, синоптики обещают, что до конца октября погода существенно не изменится. Медведь сорвал велогонки в Канаде. Необычный зритель с высоты наблюдал за соревнованиями. Впрочем, их пришлось приостановить, когда косолапый все же решил спуститься на землю. В один из моментов ветка, на которой сидел черный медведь, нависла над дорогой. Позже выяснилось, что многие спортсмены даже не подозревали, что у них над головами находилось животное. И это все, что мы успеваем рассказать к этому часу. Далее спортивное обозрение. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 19.30 проведет мой коллега Сергей Прохоров. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...